Доклад о моделировании согласованного поведения ПЛК-датчиков. На самом деле это продолжение прошлогоднего доклада о программировании логических контроллеров по ЛТЛ-спецификации. Что такое программируемый логический контроллер? Это устройство, которое управляет техническими объектами. В качестве входов используются датчики, концы выключателей, кнопки и термометры. Выходы — это в основном электромагнитные реле, приводы, лампы. Программа логического контроллера исполняется в рабочем цикле. Сначала считываются входы, потом выполняется сама программная обработка, потом выставляются выходы. Контроллеры имеют широкое применение от бытовых приборов до промышленного производства. При помощи контроллеров можно выделить две решаемые ими задачи. Это аналоговые и дискретные. Они отличаются аналоговыми или дискретными входами и выходами. Мы будем рассматривать только дискретные задачи. Они в основном заключаются в логическом управлении. Программы для дискретных задач логического управления имеют конечное пространство состояния за счет бинарных входов и выходов, что позволяет использовать метод model checking для верификации. Также в особенности программ ПЛК входит то, что нет необходимости создавать дополнительные циклы. Программы должны быть понимаемы широким кругом специалистов, работающих на производстве. И языки программирования контроллеров стандартизированы стандартом МЭК. Цель работы — описать технологии программирования контроллеров для задач логического управления с учетом согласованного поведения датчиков. Существует два подхода к анализу программ ПЛК. Первая — это прямая трансляция с языков МЭК в интерфейсные языки верификаторов. Однако опыт показал, что при такой трансляции иногда нет возможности сформулировать свойства проверяемые, а также построить модель. И второй подход — это программирование и верификация по спецификации. Сначала строится спецификация, потом она транслируется в язык верификатора и после успешной проверки свойств транслируется в языки МЭК. Для того, чтобы использовать метод молчекинг, нужно построить модель программы. В качестве состояний модели ПЛК программы мы рассматриваем вектор значений всех переменных на начало рабочего цикла. В качестве перехода по состояниям — один проход рабочего цикла. И еще мы наложим условия на каждую переменную, что она не может изменяться более одного раза за один рабочий цикл. И изменения происходят в одном месте. Для целочисленной переменной V сверху представлена спецификация. Две формулы, одна на каждое изменение переменной — либо увеличение, либо уменьшение. И эти формулы затем транслируются в язык верификатора SMV и в язык ST, который входит в стандарт МЭК. Для бинарной переменной формулы выглядят проще. В основном в задачах логического управления используются как раз бинарные переменные. Теперь, чтобы правильно, чтобы корректно для проверки свойств, нужно представить согласованное поведение датчиков. Мы предлагаем использовать для этого три группы свойств. Первая группа свойств объясняет состояние других датчиков. если заданный датчик S либо активен, либо неактивен. Вторая группа свойств объясняет следствие того, что датчик S сработал или он погас. И третья группа свойств объясняет причины, по которым может происходить так называемое залипание датчика, то есть когда он навсегда остается в одном из своих состояний. В качестве примера рассмотрим задачу логического управления установка для приготовления смесей. Технологический процесс стоит в том, что из баков, сначала из первого бака подается компонент 1 в резервуар до уровня 1. Затем компонент 2 подается из бака 2 до уровня 2. Затем происходит перемешивание в течение некоторого времени, и смесь разливается через разливной клапан. Аварийный клапан используется для того, чтобы сливать смесь в неправильной пропорции. Справа представлен интерфейс задачи ПЛК. Мы хотим, чтобы эта программа удовлетворяла некоторым свойствам. Например, всегда, когда открыт разливной клапан, то смесь является приготовленной. Эти свойства мы записываем на языке логики LTL. Вот на слайде представлены некоторые из этих свойств. И в качестве примера рассмотрим LTL требования для датчика уровня 1. Первая группа требований отвечает за то, что если датчик 1 горит, то должен гореть и датчик 0. И вторая формула, если датчик 1 молчит, то и датчик уровня 2 тоже должен молчать. Вторая группа свойств. Первая формула означает, что если датчик уровня 1 сработал, то датчик 0 горел и продолжает гореть, датчик 2 уровня молчал и продолжает молчать, и была произведена подача компонентов из баков. Вторая формула значит, что если датчик 1 уровня замолчал, то датчик 0 уровня продолжал гореть, датчик 2 уровня продолжал молчать, и была подача либо готовой смеси, либо неправильной через аварийный клапан. И третья группа ЛТЛ требований для датчика уровня 1. Первая формула значит, если датчик уровня 1 навсегда остается гореть, то это значит, что в будущем никогда не будут открыты клапаны разливной или аварийный, или если они и будут открыты, то через некоторое время будет осуществляться подача из баков. И аналогично, если датчик уровня 1 навсегда замолкает, то в будущем всегда не будет подачи из баков, либо же если она и будет, то потом будет сразу же слив. Особенности подхода такого. Первая стадия написания кода заканчивается, когда для каждой переменной, являющейся выходом, или внутренней переменной создана спецификация. И эту модель можно проверить при помощи метода model-checking. А также, что немаловажно, требования для согласованного поведения датчика тоже предоставляются в виде логики LTL, без изменения модели, полученной по спецификации. И в заключении хочу сказать, что этот подход был опробован на ряде задач. были проверены типичные свойства. В дальнейшем модель, полученную при помощи этого метода программирования по LTL-спецификации, можно использовать и для проверки существующих ПЛК-программ. Спасибо. Спасибо. Очень интересный доклад. Здесь именно применение формального метода более-менее такой практической задачи. Хочу отдельно спасибо вам сказать за это. И у меня два таких маленьких вопроса. Первый касается, на одном из начальных слайдов было написано отсутствие циклов. Поясните, что имеется в виду? Обычно в ПЛК-программе нет циклов, потому что вся она выполняется в одном рабочем цикле. То есть в традиционном программистском понимании циклов нет? Да. Но тем не менее эти программы могут быть достаточно сложными. Да. Ну вот у меня вопрос. Это получается не только на этом примере. Я статью вашу тоже прочитал. В общем-то довольно объемная работа получается для достаточно, в общем-то, несложной установки, которая смесь делает. Не так много в ней компонентов в этой установке. Вы сейчас сказали, я так понял, вы еще и другие примеры рассматривали, да, программы для ПЛК. Да. Вот этот опыт, практика, она насколько вам показала, насколько трудоемко сделать формальную верификацию для такой более-менее практической вещи. Насколько это при масштабировании уже будет практически используемым, применимым? Спасибо. В реальных задачах количество входов и выходов тоже ограничено. Оно не может быть слишком большим. Тогда было бы… Ну оно, как и в том примере, порядка 30 входов и выходов в целом для стандартной задачи логического управления. Сколько времени? Сколько людей? Сколько человек часов? Ушло, чтобы проверить? Чтобы составить форму, потом… Ну, может быть, человек часов 10-15. У меня тоже пара вопросов есть. Скажите, пожалуйста, а вот вы… Получается, что вы всю спецификацию описываете ЛТЛ-формулами. ЛТЛ, в общем-то, не очень богатый язык. А есть ли у меня там сложные арифметические вычисления и прочее? Как вы это будете представлять ЛТЛ-формулами? Это первый вопрос. Арифметические операции можно сгруппировать как одно атомарное высказывание. Ну, допустим, какая-то формула. Допустим, переменная равно формула, да? Ну, хорошо. И что вы будете делать, если у нас смеси вольется не 3 литра, а 4,5 литра ваши? Или что там у вас происходит? Нет. Тут вот в этой задаче все входы являются бинарными. То есть датчик уровня, он расположен на каком-то уровне заданном, и он либо единица, либо ноль. Значение его. То есть оно не может быть 4 литра или 5. Понятно. То есть не для всех задач подходит, а для природного класса. Да, я говорил, что… Вопрос второй. Скажите, пожалуйста, вот, собственно, сама верификация, я не до конца понял, как это у вас происходит. Вообще, когда мы говорим про моделл-чекинг, у нас есть автоматная модель, которая превращается в структуру крепки, и есть спецификация в виде формулы ЛТЛ. А у вас и там, и там ЛТЛ. Как вы верификацию проводите? Можно два слова, хотя бы, если это можно в двух словах сказать? Структура крепки создается по ЛТЛ-спецификации. Вручную. Есть на ЛТЛ-спецификации? Вручную? Пока вручную. В будущем планируется написать автоматическую трансляцию из ЛТЛ-спецификации уже в целом модели. Почему бы не нарисовать просто какое-нибудь средство графическое, не знаю, поддерживающие какие-нибудь, не знаю, инструменты, описание автоматных моделей, и все это автоматически сделают. Такие же подходы есть. Спасибо большое. Все, спасибо. 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 Спасибо.